МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Ирбис. Все самое важное к этому часу в материалах наших корреспондентов. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. В начале выпуска, как всегда, коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исполни мечту! Выиграй авто! Купи 6 билетов за 1800 тенге в лото 6 из 49 и получи шанс выиграть новую Камри 75. Билеты в точках продаж или онлайн. Розыгрыш 27 ноября в 20.55 на сайте ssoldas.kz Когда я работала на телевизоре, это первый человек, это был мой папа, который оценил эту работу. Он так гордился. Для него неважно было уже, там, я пою-не пою. Бывает, когда пришла с работы, я думаю, дай, мамочка, я тебя спою. Когда я вижу маму, папу рядом, и для меня это волнительные моменты, я прям вот просто, я с умилением на это все смотрю. Ресторанная певица. Вот, все, поем, 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 поем. Ты мне не поверишь. И, оказывается, 27 лет пропела в кабаках. Белым снегом Ночь метельная Ту стежку Замела Так, постой, с вами нурка. Все было хорошо. А вот тут-то вот... Нурка, да? Да. Хорошая. Проект Откровения и я. В эту субботу на телеканале Ербис. Ну, попиваешь, бывает. Ну, знаешь, если я скажу нет, наверное, просто люди удивятся. Авто с иностранными номерами. Как им разрешено передвигаться в Казахстане и какими санкциями грозят? Обсудим в студии. Переехал КАМАЗом. Водителя большегруза осудили за смертельное ДТП на территории ковидного госпиталя в Павлодаре. Простой товарищество. Как создать и в чем отличие от ОСИ? Расскажем в нашей рубрике «Имею право». Смотрите в проекте «Сигнал» на Ирбисе. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Введение дифференцированного тарифа в общественном транспорте Павлодара перенесли на 2022 год. Точные сроки пока не называют, но указывают, что таким образом хотят дать людям время приобрести карты. Напомню, ранее запустить новую систему оплаты проезда планировали с декабря. В общественном транспорте Павлодара на данный момент действуют два вида оплаты – наличными и электронно. Жители города уже приобрели порядка 30 тысяч карт для проезда. Среди них стандартные, льготные, школьные и пенсионные. Однако для начала внедрения дифференцированного тарифа нужно вдвое больше. А потому пока в Акимате решили повременить. По избежанию массового скопления людей в точках реализации транспортных карт Акиматом города Павлодара принято решение о переносе сроков введения дифференцированного тарифа на следующий год. До этого времени электронное билетирование в общественном транспорте будет действовать наряду с обычной оплатой. Когда именно в следующем году начнет действовать новая система оплаты неизвестна, напомню, в планах у чиновников внедрить систему, по которой при расчете карты проезд будет стоить 80 тенге, а наличными – 150. Арсуп Клеван, Максим Носков, Телекомпания. Арсуп Клеван, Максим Носков. Арсуп Клеван, Максим Носков. Арсуп Клеван, Максим Носков. На данный момент в Павлодарской области ввели в эксплуатацию лишь половину квадратных метров жилья от запланированного объема. В управлении строительства отмечают, связано это с тем, что заселение части объектов пришлось как раз-таки на конец года. Вместе с тем сейчас ведется работа и по пересмотру цен на стройматериалы в сметах. Процедура такая, что после утверждения и одобрения бюджетной комиссии они проходят соответствующую строительную экспертизу. То есть государственную либо частную. Из 14 проектов на сегодняшний день получили всего 3 проекта. Остальные на стадии рассмотрения экспертизы. Часть проектов, в которых ведут перерасчет, есть и новостройки. Их возведение, несмотря на удорожание, не приостановлено. Подрядчики пока все делают за свой счет. Всего с начала года завершили 10 многоэтажек. На очереди еще 7. Уделяют внимание и местному содержанию, чтобы помнили о казахстанских товарах. На стадии проектирования, на стадии предпроектов, уже в тех заданиях указывается, чтобы проектировщики закладывали наши отечественные товары, товаропроизводители. Тем самым уже повышая некий процент содержания в наших проектах именно строительных материалов. Эта работа ведется совместно с Атамикем. В этом году проводили и реконструкцию более 15 объектов. Среди них областной перинатальный центр, врачебная амбулатория в Козылжаре, яслисад в Константиновке, колледж в Павлодаре. Артем Клева, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Продукты первой необходимости дорожают по всей стране. А в Павлодарской области, заметнее всего, выросли цены на мясо. Скачок был зафиксирован на баранину и птицу на 15,7%. Канина выросла в цене на 11,2%, свинина на 8,7%, говядина на 8,6%. Горожане заметили эту тенденцию даже те, кто не ходит по мясным павильонам. Телекомпания «Ирбис» совсем недавно опубликовала опрос в социальных сетях. Тогда многие жаловались на дороговизну. Часто так и не беру, потому что за пенсию много не возьмешь. Еще мало того, что оно подорожало, вот я беру куриные в основном. Ведь там не ножки, а там голубиные ножки, там однокось галимая. Все очень дорого. Например, фарш 2,5 тысячи стоит. Это что, килограмм фарша, это вот столечка. И вообще и конина дорогая, и говядина дорогая, и баранина дорогая. Продукты растут не по дням, а по часам, не только мясо. Мы сейчас пошли, не стали покупать мясо, и баранов взяли, короче, с этого, с горы, короче, там подальше, короче. Ну, все равно дорого, бараны тоже дорожали. Дороже всего в стране сейчас стоит конина в среднем 2557 тенге за килограмм. Следом баранина 2399 тенге и говядина 2234. По прогнозам экспертов, инфляция не замедлится. Артем Буланов, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». В Павлодарской области начали приглашать на ревакцинацию. В первую очередь медицинских работников, педагогов и сотрудников правоохранительных органов. Напомню, именно их стали первыми прививать в феврале этого года. Стоит отметить, большая часть населения получила российский препарат. Теперь им рекомендуют другой. Руководитель управления здравоохранения получал прививку от коронавируса одним из первых. На тот момент был только спутник ВИИ. Сейчас же Айдар Ситказинов поставил себе казахстанский препарат. На выборы еще китайский. Советует и другим последовать его примеру, поменяв производителя. Таким образом, считает главный врач региона, можно создать лучший иммунитет. У нас есть списки. Соответственно, в каждой поликлинике есть списки, где они получали первые два компонента вакцины. Соответственно, по этим спискам уже поликлиники будут отрабатывать. На данный момент первыми идут у нас медицинские работники, педагоги, правоохранительные органы, диспансерная группа. Поэтому у нас эти списки есть. Соответственно, мы будем приглашать. Напомню, после российского препарата на ревакцинацию нужно идти спустя 9 месяцев, в других случаях через полгода. В целом, эпидситуация в районе улучшается, считают в управлении здравоохранения. Появилась даже возможность сокращать число инфекционных коек. А это позволяет проводить плановые операции. Некоторые из них делают в кардиоцентре, Павлодарской первогородской больнице и областной. Арсен Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Тем временем в Павлодаре медсестра занималась фиктивной вакцинацией против COVID-19. Женщину задержали полицейские в одной из поликлиник. От псевдопривитых горожан она получила вознаграждение 160 тысяч тенге. Сейчас увидите эту и другие обсуждаемые публикации дня из главного новостного аккаунта региона в Instagram irbis.tv и официального сайта телекомпании «Ирбис». Спонсор новостей из соцсетей – мебельная фирма «Моника». Сделайте свой интерьер стильным. Водичка вместо вакцины за фиктивные уколы против коронавируса. Медсестра одной из павлодарских поликлиник получила деньги. Люди платили ей, чтобы обрести зеленый статус. Полицейские сообщают, по данному факту начато досудебное расследование по статье «Получение незаконного вознаграждения». Лучше приявиться один раз, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. А в Экибастузе автобус сбил школьницу. 40-летний водитель по неосторожности наехал на девочку, сообщают стражи порядка. В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в больницу. Транспорт выдворен на штрафстоянку. Проводится проверка. Главное, что ребенок жив остался. Родителям сил и терпения. Ребенку здоровья. Скорейшего выздоровления, девочки. А это самый обсуждаемый пост дня абсолютно во всех социальных сетях Павлодара. Первоисточник и оригинальный материал размещен на сайте телекомпании «Ирбис» и инстаграм-аккаунте «Ирбис.тв». А уже с него текст разлетелся по всем пабликам и группам, в совокупности набрав 3000 комментариев. Жильцы многоэтажки жаловались на законсервированный мусоропровод. Теперь выбрасывают пакеты прямо из окна. А у нас уже много лет заварены мусорные шахты, и мы рады. Вони нет, мусора возле шахт нет, мух, тараканов, мышей, крыс нет. Хорошо, что еще канализационные трубы не заварили. Представьте себе картину. Спонсор новостей из соцсетей – мебельная фирма «Моника». Сделайте свой интерьер стильным. «Моника» – мебель вашего стиля. Современные дизайнерские идеи. «Моника» – авторская мебель любой сложности для вашего дома, кафе, клуба, ресторана или офиса. Каждая модель неповторима. В ней сочетаются красота, утонченность, надежность и доступность для покупателей. Мебельная фабрика «Моника» изготавливает мебель по индивидуальным заказам. «Моника» – подарит комфорт и уют вашему дому. Сделайте свой интерьер стильным вместе с мебельной фабрикой «Моника». Услуги онлайн, но человеческий труд важен. ЦОН – это место, где хотя бы раз побывал каждый повладарец. Сегодня чествовали ветеранов Госкорпорации правительства для граждан. 15 лет назад в нашем регионе был открыт первый филиал. Уважение и понимание – каждый сотрудник ЦОНа знает эти правила. Их взяли за основу еще 15 лет назад, в ноябре 2006 года, когда в Павлодаре был открыт первый центр обслуживания населения. Состав сотрудников практически не изменился. Каждый механизм важен. За это время ЦОНы прошли большую трансформацию. То есть сейчас 96% услуг у нас оказывается в электронном формате. Да и повладарцы сейчас намного больше предпочитают получать государственные услуги в электронном формате. Это намного быстрее, удобнее. Несебжан Сагитова в деталях помнит свой первый рабочий день. Хотя это было 15 лет назад. Говорит, даже выпить чашку горячего чая не успевала из-за большого потока людей. Каждый человек – это отдельная история. К каждому женщина относится с пониманием. ЦОН открывали сами здесь уже. Как говорится, у первых истоков стояли. Ну, работаю здесь в ЦОНе 15 лет. Коллектив очень дружный. Взаимозаменяемый друг другу. Уважаем друг друга. Начальство у нас, руководство хорошее. Руководство филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Павлодарской области поздравило сотрудников, чей выход на пенсию совпал с 15-летием отдела. В этом году у таких аксакалов сразу четверо. Всем достались памятные подарки. Артём Буланов, Бибинур Мукашев, Серик Конакбаев, телекомпания «Ирбис». На Камзина 106 уже месяц не вывозят крупногабаритный мусор. Недовольны местные жители. А на загородной трассе и в посёлке люди просят устранить последствия «Бурана». Где именно? Покажем в мобильном приложении. Давайте смотреть. Дорога Павлодар-Жит-Экши. Вся заметённая. В городе не чистится, за городом не чистится. Ехать невозможно. Авария на аварии. Где наши чиновники? Куда они смотрят? Или тендер разыгрывают, кто чистит дороги будет? Трасса «Марсултан-Павлодар». Девушка занесла. В полиции. Сейчас отгадим, и там дальше. А нас будет отдаст машину. Все живы-здоровы. Село Заря. Из года в год никогда не чистят дороги. Примите, пожалуйста, меры. Добрый день. Адрес Камзина-106. Вот десятиэтажка. Это угол Чайковского и Камзина. Вот здесь стоит три бачка мусорных. А рядом лежит крупногабаритный мусор. Уже месяц. Моршая просьба, вы везите, пожалуйста. Парк Конституции. Три часа дня. Фонари горят. Наведут уже, в конце концов, порядок здесь или нет. Спонсор мобильного приложения салон-магазин немецкой обуви DE приглашает на новое поступление осень-зима. DE Салон-магазин немецкой обуви DE приглашает всех, кто ценит качество и комфорт на новое поступление осень-зима. Стильная мужская и женская обувь от ведущих мировых брендов. Марка Тотс, Каприз, Рикер, Яна, Баден, Ральф Рингер и многие другие. С таким богатым выбором вы легко подберете обувь для любого случая. Если вы не знаете, что вам нужно, приходите. У нас это есть. DE Качество во всем. Улица Лермонтова, 106. Павлодарские археологи шокировали своей находкой. Им удалось раскопать могильники, где были останки древних батыров, живших при вертышье, верных скакунов, а также их оружие. Причем в желудке одной из лошадей сохранился органический материал. Загадки истории в материале Артема Буланова. В 60-е годы десятки курганов впервые здесь обнаружила известный археолог Феррая Арсланова. Этот могильник самый крупный на территории региона, протяженность несколько километров от Кинжиколя до села Байдала. Уникальный состав почвы позволил идеально сохраниться даже органическим материалом. В процессе раскопок удалось обнаружить различные интересные находки, в том числе и остатки пищи в захоронении лошади. Компьютерная микроскопия дала возможность установить, чем питались животные тысячелетия назад. А сегодня в Павлодаре состоялась международная научно-практическая конференция «Историческое наследие при Иртышье», «Кимакский гагонат» и «Казахское ханство», приуроченное к 30-летию независимости республики. При изучении древних захоронений были найдены уникальные артефакты, такие как колесница, шелковые ткани. «Это захоронение война с саблей, с наконечниками стрел. Очень редко мы встречаем подобные находки, так как обычно вооружение в таком количестве не клали. И, конечно же, это пластичный доспех». Участники конференции с интересом рассматривали каждую экспозицию. По словам археологов, пока даже 30% многих могильников еще не исследовано. Настолько масштабные это исторические памятники. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». В Павлодаре встретились лучшие специалисты в сфере аномастики со всей страны. Делились опытом, но самое главное – приняли участие в республиканском конкурсе «Ултек аномастика ель айнасе». Команды из 11 областей боролись за призовые места. Это масштабный республиканский конкурс среди специалистов, занимающихся языковой политикой в местных исполнительных органах. Главная цель – усилить аномастическую работу и стимулировать к профессиональному росту. Во втором конкурсе в целях популяризации сакральных мест, известных в нашей стране, на лед-экране будут показаны исторические места. Например, Бокейская орда. Мы показываем на лед-экране окраину Бокейской орды. Команда озвучивает его местоположение и этимологию его происхождения. В этом году мы участвуем во второй раз. В прошлом году мы заняли призовое место. Название нашей команды – Сара-Арка. Мы родом из обширной равнины Сара-Арки, сакральной зоны. Сегодня тоже хотим победить, но посмотрим, будет ли удача на нашей стороне. В прошлом году конкурс проводился в онлайн-режиме, теперь же лучшие специалисты в этой сфере встретились на приветливой повладарской земле. Победить здесь очень престижно, поэтому все команды мотивированы на 100%. Артем Буланов, Эйда Адрахова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбез». Повладарская областная филармония имени Иссы Байзакова умеет удивлять. На этот раз организовали масштабный галоконцерт «30 звездных дней». На сцене выступили лучшие солисты коллектива. По какому случаю радовали горожан, узнал наш корреспондент. В концертной программе произведения известных отечественных авторов, воспевающих «Любовь к родине», прозвучали любимые всеми песни Абая в исполнении Максата Касенова. Свои выступления подарили публике вокалисты филармонии, лауреаты республиканских и международных конкурсов. Этот концерт проходит в рамках республиканского проекта «30 звездных дней» в преддверии 30-летия независимости Республики Казахстан. В нем принимают участие все солисты нашего большого коллектива. Украсили концертную программу хореографические композиции ансамблей «Танца Нур» и «Шернияс». Зрители остались в восторге. «Я всегда люблю ходить на концерты. Филармония – это действительно профессионалы. Я даже многим говорю, чем звезды каких-то регионов наши Павлодарские лучше. И поэтому я всегда наслаждаюсь. И ожидаю, что будет концерт очень прекрасным». «Концерт Павлодарного Павлодара». «Я в восторге от Павлодарской филармонии. Они большие мастера своего дела». Финал каждого выступления завершался овациями зрительного зала. Павлодарцы соскучились по чувству праздника. Это было заметно хотя бы потому, как люди делились теплотой своих сердец с участниками. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбес». Два бойца смешанных единоборств представят наш регион в сборной Казахстана. На УТС в Южную столицу отправились Алик Домнич и Виолетта Путинцева. Оба спортсмена – лидеры в своих весовых категориях. Лен, ну а у тебя спрошу, это к какому турниру спортсмены готовятся? Впереди два важных старта. Это чемпионат мира и Азии. И хочу отметить, ради выступления за сборную Казахстана Алик даже отказался от профессиональной карьеры. Ну, будем надеяться, что спортсмен сделал правильный выбор. А еще сегодня болеем за гимнастов. Они тоже бьются за медали мирового уровня. Все подробности у Елены Белоградовой. Я с вами прощаюсь и желаю приятных выходных. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Альвим. Одежда ведущей 5-3. Борьбу за место в плей-офф продолжает Горня. Клуб из Рудного обыграл Снежных Барсов 5-4. Кертыш отправился на выезд в Усть-Каменогорск, где в эти выходные встретится Старпедо. А в Павлодаре тем временем стартовал детский турнир. Кубок Федерации в Павлодаре объединил лучшие клубы страны в составах 11-летние ребята. Наблюдать за их поединками одно удовольствие, азарт, скорость, яркие комбинации, а главное эмоции детей. Хозяева арены воспитанники Иртыша в первом туре разгромили Актобе со счетом 9-2. Даже комментатор был в восторге. Вот так Иртыш вышел вперед. Классная передача на Макара Малыга здесь проходит и выход один на один. Четыре шайбы забросил Малыга. Трижды отличился Туакел. Во втором противостоянии Иртыш одолел очень крепкого и принципиального соперника. Алматинский коллектив Бригантина 2-1. Заброшенные шайбы в активе Гежи и Туакеля. Впереди яркое дерби против Бибориса. Третью победу одержали наши волейболистки в первом туре. Игры среди молодежных команд проходят в Усть-Каменогорске. Иртыш 2 нанес поражение резервисткам клубов ЖТСУ Алтай и Астана. А павлодарские мастера батутной гимнастики сегодня вступают в борьбу за медали Чемпионата мира. Первенство проходит в столице Азербайджана. Казахстанская команда сразу же привлекла внимание организаторов турнира. На Чемпионате мира в Баку участвуют спортсмены, представляющие 46 стран. Наша сборная одна из самых молодых. Батутная гимнастика культивируется пока в 9 регионах страны. Павлодарцы лидеры рейтинга. Хорошие очень залы, оборудование. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы оборудование было такое же, как у вас в Баку. Но, надеюсь, в будущем все будет. С каждым годом популярность этого вида спорта у нас растет. Число занимающихся увеличивается. И мы стараемся делать все, чтобы попасть в команды лидеров, среди лидеров быть. На Чемпионат мира в Баку в составе национальной сборной отправились пятеро павлодарцев. Среди юниоров Егор Вилюсенко и Сункар Саун. Они выступят в синхронных прыжках и личном зачете. Виктория Бутолина, Марат Урманов и Данил Парфенов стартуют в молодежной группе. Кроме турнира на батуте гимнасты заявлены в новой для нас еще дисциплине мини-трампе. Старались не пропускать все чемпионаты и первенства. Конечно, нам это очень важно. Это форум, который дает нам очередной импульс развития нашего вида спорта. И мы обогащаемся новыми знаниями, общаемся с лучшими спортсменами всего мира. Конечно, для нас это очень важно. В составе казахстанской делегации на чемпионате мира выступают всего 17 гимнастов. Вместе с повладарцами борьбу за медали ведут представители Алматы, Усть-Каменогорска, Петропавловска, Уральска и Караганды. В сборной области по вольной борьбе только предстоит поездка на важные соревнования. Команда готовится к чемпионату Казахстана, который состоится в начале декабря. Сейчас наши спортсмены проводят заключительный тренировочный этап перед выездом на соревнования. Чемпионат Казахстана, который пройдет в столице, первый за два года. Предыдущий официальный старт в 2019-м был предолимпийским. На том турнире борцы оспаривали место в сборной. Ребята, в принципе, выступали. Мы выезжали, всегда как бы в обоиме были, старты были. Но именно официально, да, практически два года официальных нет. Поэтому, я думаю, это в плане психологического, в плане именно эмоционально. Ребята ждут, готовятся. Это как бы для многих шанс попасть в сборную и уже отобраться на официальные старты. Поэтому, думаю, вот так вот, что ребята изголодались, ребята ждут. Сегодня команда провела одну из ударных тренировок. Неделю спортсмены отработали с большой нагрузкой. Завершили ее контрольными спаррингами. Программа предстоящего национального первенства будет максимальной. Чемпионов назовут в десяти категориях. Шесть из них олимпийские. Павлодарцы будут заявлены в каждом весе. Честно говоря, тяжело выделить, что какой-то вес конкурента, какой-то неконкурент. Все области очень хорошо работают. Поэтому все веса у нас практически конкурентные. Но, как правило, олимпийские, они всегда конкурентные веса. У нас 65 килограммов у нас будет. Сайбаталов, Рифат представляет. Я думаю, один из претендентов. Сейчас там потом 97 килограмм тоже как бы хорошая категория. 86. Кстати, у нас тоже Ильяса Висламбекова. Перед чемпионатом учебно-тренировочные сборы проводят 16 борцов. Команда впервые за долгие годы разновозрастная. В состав тренеры привлекли ряд молодых спортсменов. А самыми опытными из полуадарцев остаются Мамед Ибрагимов и Даулет Шабанбай. Первенство призер олимпийских игр готовится по индивидуальному плану. Это все, что мы вам хотели сегодня рассказать о спорте. Если вы что-то пропустили, все наши новости и программы смотрите и читайте на сайте и страницах в социальных сетях. Отличных вам выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова